Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 14 выпуск 4 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск выдался крайне продуктивным. Закрыл гору квестов. Начал с нахождения флешки в сейфе на метеостанции по квесту «Что на флешке?». Там же на берегу обнаружил два источника по квесту «Механика. Сигнал. Часть первая». Для него же закрыл оружейника 4-го с М4А1 и оружейника 5-го со сборкой ДВЛ 10-ой. Сварил в верстаке две печатные платы и закрыл квест «Садоводство. Часть вторая». А на таможне забрал сначала чемодан в 203-й комнате для квеста «Прапора. Тряхнуть кассира». Этажом выше забрал золотую зажигалку для лыжника из 303-й комнаты. В офисе таможне забрал посылку по садоводству «Части третьей» и, заложив золотые понты во времянке, выскочил с локации. За это время сварились ещё две печатные платы, что позволило закрыть квест «Механика. Сигнал. Часть вторая». Выпуск поддержали финансово Шейкер, Старый, Макс, Хакер, Ходи, Шавель Сладкий, Скептик, Айрихт, Денис Блакиукас, Сергей Тарновский, Фрэнки Уайлд и Дэвид Харлийсон. Огромная вам благодарность за щедрость, ребята. Будьте здоровы. Белоруссии, привет. Анапа, привет. Якутия, привет. Про фаворит по луту? Не понял, если честно, ничего. Александру Хасанову из Анапы, привет. Серёга, салам. Родом я из Талдыка, в Алмату. После армии переехал, там и семью создал. Сейчас в Турцию вольные ветра занесли. Привет тебе, земляк. Ещё привет в город Железногорск, электриком Михайловского горно-обогатительного комбината. Во как. Всем приятного просмотра. Так, страховочка вернулась добротная, я смотрю. Ну, в основном мешки и уши, шлемаки. Ничего такого по оружию не вернулось, к сожалению. Тут у меня освещение готово. Третьего уровня, да, получается? Да, третьего уровня. Вообще классно. И улучшение верстака было завершено. Второго уровня у меня теперь верстак. Плюс верстаки я заказывал конденсатор в арку. Есть, тоже их сюда. У скупщика сегодня интересный дейлик. Мне нужно будет найти всего один предмет-глушитель. И выйти с ним из рейда за дикого. И он мне за это выдаст у ФЗ снаряд. Здесь не столько денежное вознаграждение и лояльность. Интересно, сколько сам у ФЗ, который мне по квесту нужен будет. Сегодня по задачам я планирую взяться крепко за егеря. Во-первых, это один из торговцев, которому не достает только лояльности для следующего уровня. Но первый разминочный, по классике, мы пойдем за дикого. Пойду на быструю какую-нибудь локацию, типа таможня. Днем запустимся. Мне нужно будет найти один глушитель. Значит, я буду смотреть не сумки, куртки и прочее. А мне нужно будет только ящики оружейные какие-нибудь. Смотри, зеленые, черные, большие, маленькие и прочие прелести. Их не так часто, в принципе, лутают. Так что шансы найти один глушитель и вывалиться с локации вполне неплохие. У меня еще и карабин, это получается, да? Так точно. Общага 104. Хе-хе-хе-хе. Заходи, не бойся, говорит. Выходи, не плачь в общагу 104. Пробавимся в звучка, чтобы лучше слышать. Ну и че, пошли в 104. Заглянем, там пару курток можно будет поглядеть. Она более-менее там безопасна, там в аппендикс в этот залететь. Одну комнату глянуть, да и вся любовь. И оттуда пойдем уже под лэп. Я думаю, что под лэп есть хорошие шансы. Там несколько оружейных ящиков, три штуки целых. Если там не найдем, то вниз и в сторону заводской территории, где спящий на диванчике, там есть тоже ящички. Короче, полазим, пошукаем. Это интересно, посмотреть какие-то отдельно взятые предметы. Раньше таких квестов. Не было. Что такие? Своими. Это, по-моему, тоже дикий бегает, да? Непонятно. Нет, это чувака. Был. Шо, братюня, есть? Спасибо. Ай, там еще один. Блин. Поторопился. Башку прострелили. Ну, ничего, бывает. На полторы минуты. Нормально, так говорит. Одного усека шмальнул. Вот друг с запада, только не в ту сторону. Не с того, точнее, персонажа. Дальше будет сложно. Я хочу Тарковский Стрелок попробовать выполнить. Меньше 25 метров. Болтовки троих ЧВК мне нужно будет убить. Пошли теперь на завод за ЧВК. У меня, помимо, там, упоротых этих егерских квестов, есть еще квест типа Скаут для механика. Поэтому я ключ от выхода с завода с собой беру. Сегодня будет безжалостен ко мне Тарков. Сегодня меня будут стрелять. Так, тут можно вазика сразу сжахнуть. И вперед геройствовать, е-мое. Так. Че-то тихо. Парем в офис с тобой. Иди в баню. Хорош, Дисон. Застрелил одного. Только это не усек был. Иди в баню. Иди в баню. Иди в баню. Иди в баню. Пикай. Ну? Что такое? Надряжаем. А други с запада, где мои? Ого. Это ты как придумал? Да ну, за стенкой уже был. Анкл Джек затаился и попал мне одного глаза. Ну, в общем-то, вот так вот оно происходит. Двухбировцев застрелил. Не знаю, они куда-то пойдут, не пойдут, там по квестам. Ну, четко, хоть какой-то прогресс, что ли. Переломов никаких нет, только тяжелое кровотечение в правой руке. И все, башку прострелили, короче. Хе-хе-хе-хе. Ну, егерь говорит, что тарковский стрелок, менее 25 метров, двоих из троих ЧВК я уже сделал, и это здорово. За первый-то рейд, я думаю, что хороший результат. По охранке только один из них засчитан. Второй, который находился там на железках, возле офисов, тот не засчитан. Однако, дисахэтры, я закупился картохами тут заранее, чтобы раз-разом там их не закупать. И, в общем-то, я готов практически. О-оу. Вот это я зря, по-моему. Блин, ну это мне в голову, очевидно. Ну, ладно. Ну, ладно. Блин, типы с этими, с дробовиками меня пугают. Так, где он? Ого. Там классно. Твой путь завершается. Твой путь завершается. Стоймbridge. Иди ко мне. Иди ко мне. ольшинzauur sus. Сейф латает. Фух! Вот это было жарко Кровь потекла Так Это, кстати, усек был Хорошо Только плохо то, что у меня Здоровья нифига не осталось И патронов И аптечек Почти пуст Что интересно нашел-то тут Успел он лутонать это дело? Нет, не успел Опачки, и флэха падет Ну все, хана мне Да знаю я, что вот он А вот тут, друган мой, бывал точно Открывай, дурак Не обижу, говорит, врешь Это... это... 3 у меня пока первые и в персонажи в умениях можно посмотреть что у нас там вообще по прогрессу по снайперским но тут печально все надо ходить и стрелять с болтовки дальше по мутному делу егерю одну флешку и вынес я не знаю каким чудом я там вышел на этой локации в этом замесе но у меня удалось выжить одну флешку вынес осталось 2 а по скауту квесту правильно мне писали в комментариях необходимо в одном рейде все выходы чекнуть на заводе если раньше можно было просто выйти на обнаруженном выходе на следующем рейте продолжить выполнение квеста то сейчас так не работает надо все за один рейд все три выхода проверить три выхода который необходимо обнаружить на заводе два из них под ключом но в прошлых вайпах не было необходимости открывать прям дверь если здесь такая же тема работает то возможно просто быстренько туда-сюда и попробуем выйти я бейсбол не взял вот чудо в перьях искусе еще один почему все голые то ничего не пойму ну ладно опа радятся справа пойдет ну в общем что-то в этом духе бировец и сек но вдруг запада зато делается потихоньку и не успел там ничего нет походу но так ну слушай завод вроде как тихо выглядит может быть имеет смысл тогда попробовать это все выходы пропасти давай здесь первый вскроем а бежит кто-то наверху там да не надо открывать а долго я там торчал как дурачок опять англ джек 2 косо дикий был я почему-то подумал что это был чувакам заоролчит как чувака в общем вот вам ложка дегтя в бочку с медом который вы называете типа подсвечивает там настройки вот эти вот все яркости так потом фонарик включают и не видишь тебе глаза просто выжигают нафиг этим фонарем дальше мы пойдем за дикаря пойдем также на таможню идея была хорошая у него там еще и шляпа квестовая слушай 730 можно будет пойти я думаю удобно будет время для парфейня грустного я еще забыл что мне две пачки лаки страйк надо сигаретах что куртки и сумки будем осматривать по пути надо немножко развеется после душного завода ого куда меня заспаунило так у нас из медицины только жгут один есть и все получается вот это нам не надо абсолютно паскана чечь какие-то но под броня есть пусть больше чем наполовину выбитая пусть третьего класса но хоть что-то шансы все же есть кое-какие на выживание давай искать давай смотреть что-нибудь вкусное интересное что-нибудь квестовое у меня уже квестовая шляпа кстати на голове что были нафиг ё-моё нормально по времени 27 минут вот это я хорошее время выбрал что ты не умирай добежал-то от остановки до гаража ну тот кто ищет тот всегда найдет главное чтоб живым остаться о медицина падет так сумка там же есть еще ну давай тут посмотрим тут повкуснее должен быть лутицкий тем более тут еще и ящик есть где можно вполне себе попробовать найти глушилу до части эти по моему уже ничего не стоят вот это мне нравится кепка выглядит перспективно на самом деле как в той песне сейчас там два ящика еще зеленых есть симпатичных режим бомжа лутаки активейт как шо такое патроны не знаю какие чё стоят опа 310 восточки нормально нормально для скс переходничок тоже заберем тоже заберем так говоря как будто у меня тут мешок от макушки до жопы так где тут еще ящики сумочки сумочки в гараж а там спящие еще есть 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 где полутаться поковыряться места предостаточно где можно поискать добришка ну дай глушитель 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 вауна gsx вот эти нормальные патроны насколько я помню ваше здоровье господа запал горошек о о у меня даже патроны же есть на а нет это не тот калибр вот этот калибр точно сейчас полный магазин будет о нормалек это по-моему гораздо лучше чем вот это вот все да этот пистолет гораздо будет лучше из грязи в князи так диза вспоминай где тут все ящики зеленые черные там зеленые есть ящики тут черный ящик есть а скрыт почему при мне живом кто-то параллельно со мной запустился да а давай катар катар теку посмотрим в катар теке же тоже сишки могут быть флешки могут быть ключ карты от лабы могут быть вот от офиса есть сейчас в офис заглянем в офисе даже закрыт нормально в офисе да я пушки вару свои не лутает имитирует это дикий обычный бот тек 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 давай братью не на фишку втыкайся а я пока поковыряю тут Если что, лут пополам поделим Не то пальто Модули есть, но те, которые мне нужны, отсутствуют Мне один глушитель нужен О, не лутано Падёт, падёт Давно тут нога дикого не ступала О, баджа Чё за добро, офигеть Спасибо Спасибо, Тарков Нормально тут, нормально А, нету ничего, вообще пусто Делиться же придётся Печатная плата Пойдёт Пойдём дальше искать Про выходы чё скажет, старые Проход между скал И админ ворота Возможно, он мне пригодится Кстати говоря На случай всякий На всякий пожарный Так, чё можно вытрахнуть Это дешевле, наверное, чем аккумулятор Хотя не уверен Так, ещё есть зелёный ящик в контейнере здесь Смотрим Как раз в проходе между скал Там вышка эта Лэп Там ящика три Там частенько глушители попадаются Какие-никакие Там ещё пару тайников есть Наверное, в ту сторону Я потихонечку сейчас и пойду Прицелы и всякое прочее Но не то, что мне надо Тут ещё есть Сейчас бы против шерсти На ребят, которые на выход намылились Не нарваться Это у меня ни ушей, ни хрена Я ничего не слышу Не помню, в тайниках находил я глушители или нет Есть ли смысл тайники смотреть? Деньга лежит Доляры Ого Ну дай глушилу Так, ящики Зелёный ящик там Но это один только ящик И будет там тоже зелёный есть Под ёлкой там Давай по левой стороне тогда двинем О, водява Прочие плюшки Но так-то мне уже складывать некуда, так что Можно смело чисто по этим самым, да? Вот кто бежит? Дикий? Дикий, да, это дикий обычный Позу принял боевую А вон там че, лобот уже Сто процентов Блин, глушила бы мне Парень Хоть на ТТ какой-нибудь Хоть чё-нибудь Главное, чтоб с галочкой Ну там у балладки есть ещё зелёная Тут спящий есть Давай гляну спящего, раз недалеко А, его глянул с этой стороны же Дикий шёл Зачем пошёл сюда? Да, понимал же, что он отсюда идёт Ладно А вот здесь пробегать под окнами Опасиан Я так думаю Но внутри есть Три ящика целых Зелёных Зайдём, может И вот она И нету ничего Нормально Страшно внедряться Честно говоря Тут компуктер есть Бам Кулер Кулер зацеплю Кулеры нужны по квесту Давай что-ли Без фанатизма Чисто посмотрю Что могу посмотреть Ящики оружейные Так Блин, а вот это вот Дорогая штука Бутонулись Есть вероятность, что глушилу не взяли Какой-нибудь Может дешманский был Хотя Вон Видишь Что-то не берут Какие-то Прибамбасы Вот тут ещё ящик Оба Волына А нет Ну глушитель Ну ты чё, Тарков Не понимаешь Глушитель Боюсь я здесь спускаться Ноги попереломаю К чёртовой бабушке Так Оружейный Есть там ещё Доступный Кстати говоря В двушке И наверху Там есть А вот Вверх Хуже посмотрели Там даже мертвый Кто-то лежит Опа Блядь Блядь Я наступил Не ясно О Наконец-то Ещё и на 5-7 Глушила Тут кто-то есть Вышел блин За хлебушком Чё, башка болит Бухать надо меньше 5-7 же вроде бы Почему он не цепляет его В рейде нельзя что ли Его присобачить Ну и ладно Всё, есть у меня Квестовый предмет Я пошёл Но в любом случае Раз уж я иду В сторону выхода Те по пути Которые будут Тайники В стороне выхода Те я тайники И посмотрю Вот такой вот я Пусть если помру Скажете Что жадность Фраера Сгубила Но Найдутся в любом случае Те которые скажут Да вот ты Мимо тайника Ты проходил Что ж Не заглянул-то Братишка Не разочаровывай Ап Скрытый тайник Ну может сигареты Не взяли Тоже вариант Хе Нет Чисто вообще Даже пыли Не оставили Не не то Или уже не подниматься туда наверх Под лэп совсем уже не гнать Да Давай вот здесь Тайник Это посмотрю Блин И там тайник И там тайник Есть Там три Оружейных ящика И с инструментами Там ящики Медицинская сумка Есть целая И все это Шаговой доступности Практически Скрыт тайник Ну я думаю Ну я думаю Что там тоже Лут Да бог с ним Пойдем Тогда выйдем Вот он Проход между скал Вот такой вот Рейд Че Вполне себе Неплохо Мне если честно Даже интересно Получится ли После выполнения Первого квеста Получать Большую Бонус К лояльности За выполнение Последующих квестов Поэтому этот квест Мы сдаем Отдаем глушилу Заберем себе снаряд Который потом Сдадим по квесту И посмотрим Следующий дейлик Который придет От скупщика Будет ли что-то там Изменения По лояльности Или нет Во на таком легке Я предлагаю Сходить на бережок У перегруза нет Будет качаться Там и выносливость И все на свете На берегу Если я смогу Сделать сегодня Еще один квест То я подниму Лояльность у егеря Значит будет хорошего Значит там Кое-какие строительства Еще можно будет Устанавливать в убежище Все это дело Нам надо будет Дом председателя Дом рыбака И дом священника Мне надо эти три места Посетить Тогда я смогу Закрыть квест От егеря И попутно Посмотрим Что там есть По-диким Может быть С болтовки Постреляем Покачаем Чуть-чуть навык О, за лазуркой Ну спасибо Ну, по крайней мере У меня переход на маяк Есть активный выход И тоннель Так что можно Квест так-то закрыть Постараться По идее Потому что в той стороне У меня все три Эти самые Место Которое необходимо Мне проверить Ёбарс Это осветительная Еще какой-то Валера Наподъехал Что она дает Редер Активный осветительный Патрон Для освещения местности В ночное время Вау А что тут Только фонарик Что ли Что это за фонарик А, ластак 2 Там Безутся вон Я думал Там x400 у меня Ну, пару диких Сейчас на скале Можно будет попробовать Подцепить На грузовике Там на ящике Сможем ли? Да, сможем Ой Чего ты ногами Дрыгаешь Не надо вот этого вот Пофармился Короче А где-то кореш Корешок Корешок Ядраный корешок Ладно Выскочил Уже шибко Давай Давай, наверное, я квестом Займусь А не вот этой вот Своей пилибергой Но то, что попутно будет То не будем пропускать А так Нафиг бы оно мне сильно И не надо было бы Блин, тут ну открыто Местность Вообще В хлам Стреляю, убиваю Не хочу Стреляю Не пойму Вроде близко звук Я же в наушниках В наушниках Стреляющие кусты А с кем он там мог стреляться? С чего С чувака Да и не только где-то вот здесь прям за вот этой вот сопкой кажется звуки стрельбы были до стоять да ну это не честно а я здесь за агреным диким стреляться это все конец мне так то в эту сторону надо идти в любом случае где перестрелка был он чуть правее от перестрелки конечно примерно в этом направлении ну что все эти три дома для егеря которые нужны кореша и вовсе они все находятся здесь болото дом священника это где спящая лежит а дом рыбака и председателя это дом рыбака вообще прям в болоте фактически наверно по краю что лет тут аккуратнично еще куда я залез вот он дом священника вон он дом председателя где-то справа вон там дом рыбака такая петрушка сайга 9 ладно заберем для опыта да эх я думал блин сейчас побегаю туда-сюда оказывается в самом начале уже перегруз и нифига у меня выносливость не качалась получается ну я просто подарок для снайпера бегающий человечек бегающий человечек единство нет мне страйк нужно вот это кстати разгруз очень хорош мы его вместо этого самого а нет это не он я его перепутал с другим там очень длинный такой есть вот в него удобно денежку складывать помещается по моему больше чем денежный кейс по размерам на три ячейки всего что-то карина дыбал так дом рыбак а вон они все эти висят это и есть дом рыбака сейчас мы тут еще и полутаемся наверное да где тут были хаты с ящиками вот это вот это да после завода тут прям хоть дышится как-то по свободнее кресало нашел неплохо можно уже все напичкивать в мешок я уже возле выхода практически но я хотел бы все таки сходить еще к тем двум диким тем двум ящикам сходить не сходить сходить не сходить вот что давайте попутно посмотрели то посмотрели мне поделать что вот пойдет хороший ящичек попался вот бы чего она продавать хотя бы да даже успеем еще на завод сходить надо попробовать еще раз скаут сделать да калашик что соберем маломальски с калашиком попробую прогуляться на завод нормально квест за плечами и это хорошо а почему у меня сфн 57 остался глушить при мне чуть не понял чем я провинился значит идем к егерю и закрываем квест визит вежливости все дома обнаружили выжили вышли с локации и теперь у меня егерь второго уровня лояльности и это замечательно теперь на втором уровне лояльности мы можем у него попробовать вы меня не попробовать а вы менять холодильник но для этого тут кое-что надо будет прикупить за то место мы в схроне чуть-чуть освободим единственное вот у меня с деньгой сейчас пока напряг небольшой потому пусть пока полежит тут в общем а зачем мне калашик собирать если у меня есть а дарище а дарище пойдем еще раз за чвк на завод прогуляемся у меня куча целая там на заводе нерешенных вопросов там же скаут там же друг запада там же флешки и прочее и прочее успею всеми горцов горит вам есть это да показалось так я хотел выходы вам посмотреть где там сидит а по моему это опять те же самые типы которые меня вечно там подсекают и так не кажется вот там еще и дробовики страшно ворубай пацаны свд джигиты а вон а это дики в этом какой-то хмырь сидит прикинь в очке и тупо простреливает эту всю тему офигеть кто то есть тут что тут делаешь потерялся что кто то бежит кажется слушай но у меня есть шанс закрыть скаут и я хочу воспользоваться им нормально зато все выходы теперь проверил и могу выйти но завод темы прекрасен что за короткий промежуток времени понятно что с тобой происходит ты выполняешь квест либо погибаешь там где-то на месте да нормально ооо у меня рука сломана пацаны перелом вообще нормально теперь мне можно будет ждать тремор и потом двигаться на заводе но пожалуй я эту тему уже оставлю на следующий выпуск ну шикарно я скаут квест завершаю мы сейчас посмотрим что он дает он теперь вместо видеокарты дает ключ от выхода с завода представляешь ну то есть ты мог бы без ключа в принципе посмотреть эти выходы насколько я понял и когда ты выполнишь этот квест у тебя появляется потом ключ от выхода с завода нет необходимости его покупать по крайней мере дает квест военный хабар по которому мне надо будет на резерв отправляться галст д3 но эту штуку я смогу забрать только если зайду в открытое помещение кем-то уже либо надо будет рожать ключ рбст он очень дорогой это квестовый там не только этот квест там еще и у фазешки спавнятся и там же бмп стоит по квесту для миротворца но пока нет острой необходимости мы можем обойтись без выполнения этого квеста так что ключ появится потом будем об этом думать и один кулер по садоводству четвертой части я нашел забыл сдать сдаем в убежище заказал производство проводов 8 штук к следующему выпуску заказал варку двух маленьких тушенок по квесту сельпо там три штуки надо еще сдать и поставил на улучшение обогрев до третьего уровня докупив тут кое-какие предметы на этом буду заканчивать всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился спасибо также за вашу поддержку за пальцы вверх за добрые отзывы и за активность всем отличного настроения приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания